здравствуйте дорогие друзья сначала буквально двух словах немного предыстории чтобы вспомнить с чего все начиналось в 2017-2018 годах в рамках проекта реконструкции исторической части города тулы приуроченной к 500-летию тульского кремля в центре города проводились раскопки местом создавшим наибольший резонанс в средствах массовой информации тульской области даже получивших неоднократное освещение федеральных средствах массовой информации было крестовоздвиженская площадь на которой рабочими при строительстве фонтана были найдены человеческие останки впоследствии когда археологами были начаты раскопки то были найдены еще черепа и кости и было объявлено что это кладбище восемнадцатого века хотя ранее официальные историки утверждали что на этом месте всегда был рынок об этих раскопках на нашем канале вышло 8 фильмов друзья если вы недавно на канале то рекомендую посмотреть хотя бы четыре из них посвященных раскопкам конкретно на крестовоздвиженской площади в них объясняется почему это место не является кладбищем в его привычном понимании а также показаны многие детали и съемки во время самих раскопок все ссылки находятся в описании под этим фильмом всего было разобрано три слоя с человеческими останками каждый слой был пересыпан известью при поднятии человеческих останков официальными лицами сразу было заявлено что будет проведена антропологическая экспертиза с целью установления национальной идентичности и затем все останки будут перезахоронены по православному обряду спустя год после раскопок то есть в апреле 2019 года нами были направлены заказные письма с уведомлением в министерство культуры тульской области и в управление по культуре и молодежной политики города тулы с вопросами что показала эта экспертиза где и когда было произведено перезахоронение письмо отправлены в управление по культуре и молодежной политики вернулась так как за него никто не стал расписываться а из министерства культуры письмо не вернулось но мне так никто и не ответил тогда спустя некоторое время было направлено заказное письмо на имя губернатора тульской области после чего получил ответ сразу и от губернатора и от министерства культуры вся суть этого ответа сводится к следующему была проведена антропологическая экспертиза примерно 120 человек и с результатами можно ознакомиться только лично в министерстве после экспертизы 29 июня 2018 года останки были перезахоронены на городском кладбище номер три развитие событий до сего момента было рассказано в предыдущих фильмах об этих раскопках тули а сейчас хочу вам рассказать продолжение истории несмотря на столь короткий и сухой ответ из министерства нам удалось добиться предоставления результатов этой экспертизы и вот именно ими сегодня я хочу с вами поделиться полное название документа отчет по работе с антропологической коллекцией полученный в результате проведения археологических работ по проекту комплексное благоустройство улицы металлистов города тулы 2017-2018 годы отчет состоит из 36 страниц далее привожу сканированные листы этого отчета друзья прошу меня понять по этическим соображениям и по правилам ютуба я не могу показать все страницы этого документа но даже те что вы сейчас видите уже позволяют составить представление о событиях происходивших 200 лет назад в описании под фильмом находится ссылка на все сканированные документы если кому будет интересно можете ознакомиться но предупреждаю заранее эти документы не рекомендуются к просмотру беременным женщинам впечатлительным и людям с неустойчивой психикой согласно заключениям экспертизы во время раскопок были подняты останки 120 человек из которых 34 мужчины 24 женщины и 62 ребенка по таблицам сразу хочу обратить ваше внимание на возраст людей они все молодые обратите внимание что большинство черепов обгорелые и ломанные а и и и и и и Читая описание о строении черепов, сразу становится понятной славянская внешность также экспертизой подчеркивается хорошая физическая форма особенно мужчин и отсутствие серьезных патологий на костных останках итак друзья какие можно сделать выводы согласно официальной точки зрения мы имеем дело с обычным кладбищем которое казалось бы не может вызвать никаких вопросов однако вопросы к официальным лицам есть 1 как я уже говорил ранее кладбище на этом месте никогда не было хотя в последнее время стали появляться карты с обозначенным здесь кладбищем почему кладбище здесь никогда не было объясняется фильме ядерная война 19 века подтверждена раскопками в туле ссылка на него есть в описании кстати говоря про то что на этом месте был рынок до раскопок утверждали сами официальные историки второе в документах по экспертизе останков мы видим поломанные черепа на фотографиях с места раскопок мы видели поломанные кости официально это объясняется давлением грунта якобы грунт своей массой раздавил скелеты людей можно подумать что грунт находился только над костями а под ними была пустота и потом как давление грунта могло поломать кости в деревянных колодах при этом не поломав сами колоды здесь возможно только одно объяснение смерть людей была насильственной в результате чрезвычайного происшествия третье все найденные останки принадлежат молодым при этом экспертизы подчеркивается что патологии люди не имели говоря простым языком люди погребенные здесь умерли не от болезней и не от старости 4 обугленные черепа говорят о том что люди сгорели известь которые были пересыпаны слои погребений и близкое расположение тел друг другу в яме говорит о большом количестве умерших за очень короткий промежуток времени то есть отдельная могила выкапывалась не для каждого а все хранили в одну общую укладывая тела вплотную друг другу пересыпая слой известью и сверху укладывая новый слой тел всего было разобрано три слоя с останками каждый слой пересыпан известью исходя из этих четырех основных моментов можно сделать однозначный вывод останки людей на крестовоздвиженской площади города тулы а также на улице металлистов это не кладбище как таковое это братская могила людей погибших насильственной смертью во время событий начала девятнадцатого века как минимум это был пожар 1834 года но если углубится вопрос этого странного пожара то оказывается в 1834 году горела не только тула а многие города тульской губернии многие скептики отрицают факт ядерной войны в начале девятнадцатого века но цезий-137 найденный в слое пожара как в тульской так и в рязанской области является маркером события ибо цезий-137 является продуктом ядерного распада урана или плутония и образуется только при ядерной реакции распада и больше никак от слова совсем следовательно уже само наличие цезия-137 является фактом подтверждающим ядерный распад в этом месте то есть либо ядерный взрыв либо атомная электростанция и подчеркиваю чернобыльский след 7 палатинский и любой другой современный здесь совершенно ни при чем ибо если цезий-137 попал в грунт с осадками то учитывая что там никакого водоупорного слоя нет то цезий-137 был бы распределен в слоях более-менее равномерно а не сконцентрирован в одном слое на глубине 2 метра друзья мы не имеем своей целью кому-то что-то доказать мы лишь приводим факты и результаты того что нам удалось обнаружить за многие годы исследований а как с этим поступить каждый решает сам выбор за вами сделать вывод на основании наших изысканий или остаться при своем мнении за 7 не прощаюсь самое интересное еще впереди благодарю вас за то что досмотрели до конца всего вам доброго до свидания и 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